В этом виде спорта тоже нужны двое, но здесь они действуют вместе. На прошлой неделе в Кремлевском дворце прошел представительный танцевальный турнир Кубок Кремля. Лучшие спортсмены страны показали свое мастерство в латиноамериканских и европейских танцах. И самые яркие моменты вы увидите во вторник в программе «Страна спортивная» на нашем канале. Мы никогда не называли себя Кубок Кремля, мы называли себя Кубок Мира. Но за рубежом наши коллеги и во всех странах всегда почему-то говорили «Кремлин Кап», Кубок Кремля. У них это сознание укоренилось, и поэтому мы решили создать новый тренд, лейбл, новые названия и новые события. Кубок Кремля – гордость России, потому что это действительно наша гордость. Если вдруг бах, и получится так, что у нас соревнования откроются, и мы сможем на какие-то турниры выезжать за границу, то мы должны быть в форме всегда. Это наша профессиональная обязанность – быть всегда в хорошей форме, вне зависимости от того, какая ситуация происходит вокруг нас. Все равно можно продолжать танцевать. У нас огромная страна, на турниры приезжают большое количество людей, люди любят бальные танцы, и танцевали всегда, и будут танцевать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!